На самом деле я тебе хочу сказать, что хорошие анекдоты действительно запоминаются по одному ключевому слову. Ты помнишь одно слово, этого достаточно. Для того, чтобы потом рассказать анекдот, плохой анекдот нужно записывать весь, потому что там нет ключевого слова, но я стараюсь плохие не рассказывать. Как мне опять-таки кажется, я расскажу, так как я все время еврейские анекдоты рассказывал, но мне украинские анекдоты тоже очень нравятся. Вот последний, я был 1 апреля сейчас в Одессе, мне рассказали такой анекдот, когда, ну, еще же опять там Заварухов на Украине, там, Ющенко, Янукович, там, как его, Тимошенко. В общем, они там делят то, что понятно, только им троим между собой. Вот, и главный лозунг у Ющенко, это Ющенко так. Это главный лозунг еще со времен революции двухлетней давности, что означает по-украински Ющенко да. И вот Ющенко должен приехать в Одессу, а там известно, что в Одессе по проспекту Шевченко там собираются девушки легкого поведения. В больших количествах, на любой вкус, свет, возраст, практически все выходят. Кому повезет? Повезло. Нет, значит, не повезло. И вот они стоят в колоссальных количествах, и мэр решил как-то, чтобы, ну, как-то это украсить, уж неудобно. Президент приезжает, решили им дать лозунг Ющенко так, чтобы он подумал, что хотя бы его поддерживают. Вот он приехал, поехал, значит, по проспекту Шевченко, вроде там девчонки стоят, держат плакат. Там написано Ющенко так, остальные за гроши. Вот такой вот анекдот.